Я сегодня расскажу про изгибаемые многогранники и, в основном, про так называемые гибриды черпяков в пространстве Лубачевского. Но сначала начну только с... Я, по-моему, так понимаю, сегодняшний... Сейчас должно быть независимо от того, что было вчера. Поэтому я начну с некоторых основных определений, некоторой истории, вопроса, и потом уже перейду непосредственно к пространству Лубачевского. Значит, во-первых, что такое изгибаемый многогранник? Изгибаемый многогранник, ну, правильнее говорить, поверхность многогранника. То есть мы берем многогранную поверхность, она, понятно, склеена в грани. Для начала в пространстве многогранная поверхность. И мы предполагаем, что грани сделаны только из твердых дощечек. А вот здесь вот в ребрах шарниры, которые позволяют граням двух относительно друга изгибаться. Шарниры типа дверных петель. Одна грань относительно двой позволяет вот этот двугранный угол между ними при этом ребре может меняться непрерывно. Ну и вот если есть такая конструкция, то очень часто эта конструкция, если поверхность запута, несмотря на наличие шарниров, оказывается жесткой. Ну, например, самый простой пример, если мы взяли границу тетраэдра, то, конечно же, она жесткая, у нас нет возможности ее изгибать. Потому что тетраэдра однозначно определяется с точки зрения движения. Вот, но и более того, вот теорема, хроническая теорема Каши, это, что любая выпуклая, многогранная поверхность, не изгибая, но я дальше не буду говорить о многогранной поверхности, я буду говорить о многогранниках, имею в виду всегда вот это. Все выпуклые, многогранники не изгибаемы. Вопрос о невысшемных многогранниках довольно сложный. А именно вот это 1813 год, только в конце 1913 века, 1619 год, прикат, нашел примеры скипаемых многогранных поверхностей, но самопересекающихся. Ну, понятно, вот если, как я сказал, сделаны из жесткого флотматериала и шарнира, то самопересекающиеся они быть не могут. С математической точки зрения можно рассматривать и самопересекающиеся поверхности. То же самое мы хотим и деформировать так, чтобы все грани оставались жесткими, а все обреках менялись в угранные углы. А если какое-то самопересечение, вот, скажем, за грани, какая-то многогранная поверхность вот такого типа, она самопересекающаяся, то здесь никакого условия на самопересечении нет. Вот, значит, прикар – это самопересекающиеся, изгибаемые в его многограннике, на самом деле, и меряемые комбинаторные типы октайла, поэтому это называется изгибаемые октайла. Вот. Я сейчас не буду рассказывать их конструкцию, потому что я это, собственно, расскажу частично на лекции вчера и частично буду на лекции сегодня, но если я сейчас начну, то я ничего не буду рассказывать. Ну, такие примеры были, и тем не менее, было очень сложно построить не самопересекающую. На самом деле, немножко не странно, что на это ушло 80 лет, собственно, это немножко сложно, но не настолько сложно, но только, по-моему, ушло 80 лет, потому что люди думали, что это невозможно. Ну, вот, значит, ну, только в 1977 году Коннелли построил первый пример не самопересекающийся изгибаемый многогранник, то есть уже самый настоящий изгибаемый многогранник, не выпуклый, выпуклых не бывает, но тем не менее нормально расположен в пространстве и который может нетривиальным образом изгибаться. Может, там уж тогда, скажем, понять, что общего положения, вот там Ти-Анкс-Арда не было, или это не надо? Дело в том, что для... Это совершенно не надо. Вот из этой конструкции, вот это получается уже чисто геометрическим построением. То есть ничего не надо, да? Да, так что я вот, собственно, общее положение я упоминал в прошлый раз вот при конструкции вот этих, ну, а потом такой эффект, что там если уравнений меньше, чем неизвестных, то будет какое-то, мне сказать, это параметрическое решение, нет, все-таки в 19-м веке, он не настолько четко обосновлен, тем не менее. Вот, значит, вот, теперь, естественно, спросить, а что же в старших размерностях? В старших размерностях можно делать все то же самое, но только поверхность уже будет, если мы смотрим в n-мерном пространстве, поверхность будет n-1, то есть вот n-1, или грани, не обязательно симплицы, у нее жесткие, а при n-2-мерных гранях у нас шарниры, которые позволяют углам, в грани, при них изменяться. Вот. Здесь оказалось, что существенно разные случаи, это n равно 4 и n больше равен 5. Вот при n равном 4, один из октаэдров Прикара обобщался прямо на ура, сразу и очень легко. Значит, это заметил Вальц в 1998 году, через 101 год после Прикара, по-моему, просто раньше никто многомерные от изгибаемых гранитей не смотрел, только посмотрели, сразу обнаружили, что... Слушай, можно просто, чтобы интуитивно... Размер основной, ну, повысил от многогранников, то есть грань трехмерная, ну, например, там, детрайдеры, а пересечение это... Пересечение, двумерная грань. И как движение... А когда у нас в четырехмерном пространстве, в четырехмерном пространстве при двумерной грани, вот дополнительное пространство тоже двумерное. А значит, вот она, двумерная грань, к ней примыкают две трехмерные грани, и между ними двугранный угол есть. И вот он может меняться, например. То есть в трехмерном пространстве можно поворачиваться вокруг прямой, а в четырехмерном можно поворачиваться вокруг двумерной плоскости. Вот два грани имеют право вертеться вокруг общей двумерной грани. Ну, я, на самом деле, я сейчас сегодня в основном буду говорить о трехмерном случае, я сейчас немножко прочитаю это правильно. Вот, значит, а в старших случаях оказалась более серьезная, сложная ситуация. Геометрические конструкции уже не обобщались, и обобщился только алгебраический подход. Значит, это мой результат 2013 года, что тоже есть в изгибаемом на грани. Самый пересекающийся. Вот здесь все. Вот это только самопересекающийся изгибаемом на грани. До сих пор в размерностях 4 и выше ни одного не самопересекающегося изгибаемом на грани не есть. Вот. Значит, ну, а я хотел рассказывать про изгибаемом на грани в сферах и пространства Словачевска, и даже не только про сами на грани, сколько про их объемы. Поэтому, значит, вот это все в рифле домом пространстве. А можно рассматривать две другие геометрии постоянной кривизы. А именно сферическое пространство и пространство Лобачевского. Здесь привезна единица, здесь минус. Значит, ну, сферическая геометрия, это все более-менее понятно. Пространство Лобачевского, ну, мне на самом деле все равно понадобится модель его на гиперболоиде, поэтому давайте я напомню, что здесь. Значит, если, как его можно реализовать, мы берем, да, когда я говорю сферическое пространство, естественно, все расстояния по сфере, имеются в виду, то есть сферическими. Значит, пространство Лобачевского, мы берем псевдоэвклидовое пространство R1N, то есть N плюс одномерное пространство, вот с таким вот неположительно определенным скалерным произведением. С 0,0, минус X1,Y1, минус XN,Y5, то есть 1 плюс и N минус. И рассматриваем здесь такую запись, такая генератора. Что? Дуперрат. Вот это? Да. Более-менее стандартно для всех. Нет, это стандартно. Да, это точно. Ну, 3-3, 3-3, это пространство Лобачевского. Ну, да. 3-3, ну, я не знаю, по-моему, иногда палубчику ставят, но чаще, по-моему, закрытывают. Я не знаю. Вот. То есть в 3-3 действительно будет пространство Лобачевского, которое вот в специальной теории. Ну, да, в специальной теории. Раш минус запрещается. Надо сказать, сколько минусов. Ну, да. Это сколько плюсов, сколько минусов. R2, это стандартная цель. Вот. И здесь рассматриваем гиберболоид, из векторов, в которых скалерное отвлечение равно единице. Вот такое скалерное отвлечение. Если бы и в Клидово была бы сфера, а так получается гиберболоид. У него две половины, это двухполочный гиберболоид. Нам интересна только одна. Вот, которую я нарисовал пунктиром, мы ее не смотрим. А вот здесь реализуется метрика пространства Лобачевского. Значит, плоскостями будут пересечения этого гиберболоида с линейными подпространствами, проходящими через 0. А, в общем-то, единственное, что мне надо, это как устроено расстояние между точками x и y. Точка x, вот точка y. И косинус расстояния между x и y, без x скалерного отвлечения. Ой, косинус гиберболический. Я это написал, но не сказал. Все, если мы вместо заменим Сергея Клидова на Ивклидова, то мы абсолютно так же получим сферическую метрику. Потому что вместо гиберболоида у нас вот это будет сферой, и здесь надо косинус гиберболический поменять на косинус обстоятельный, и будет сферическое расстояние. Ну, косинус угловой меры это как раз скалерное отвлечение. То есть, вот полная аналогия с сферическими сферами. Вот, значит, на самом деле, если внимательно проанализировать, ну, я их не рассказывал, поэтому я не могу их внимательно проанализировать, но если внимательно проанализировать все вот эти конструкции, то можно заметить, что пятый пистулат все упрались в, а там нигде не используется. Ну, не нужна и все. Поэтому просто сюда эти все конструкции переносятся автоматически. Ну, это касается геометрических конструкций, а вот в брейсических конструкциях, ну, там просто тоже видно, что они переносятся автоматически. Сразу вот это вот скорее вот в моей конструкции касается, она на самом деле дается сразу в трех пространствах, поэтому там тоже вопросов возникает. Поэтому во всех пространствах для любого n есть самопересекающиеся изгибаемые многогранники. И при этом для n равно 3 есть вложенные. Ну, потому что здесь они были вложенные, то есть не самопересекающиеся. Вот, но здесь, оказывается, есть еще... Да, здесь надо в случае Лобачевского все хорошо, в случае сферы надо чуть-чуть еще сказать, чтобы не работать с тривиальными объектами. Вот, дело в том, что... Почему нас интересует именно изгибаемые многогранники? Изгибаемых многоугольников очень много. Если мы возьмем любой многоугольник, хотя бы с четырьмя сторонами, то он легко видит, что изгибаемый, и это не очень интересно. Вот, и в сфере, в сфере, в отличие от... Просранск-Болучевска и Евгелидова, есть просто тривиальные примеры изгибаемых многогранников. Давайте я их приведу. Значит, мы можем взять, вот скажем, трехмерную сферу. Ну, я рисую двумерную, а имею в виду, что она трехмерная. Взять у нее вот этот экватор, эта двумерная сфера, и давайте в этой двумерной сфере рассмотрим произвольный изгибаемый многоугольник. Многоугольник в двумерной сфере обычно изгибаемый многоугольник. Я ее отдельно нарисую. Вот там двумерная сфера, и здесь произвольный сферический изгибаемый многоугольник, и сколько угодно. Почему? Вот. Ну, я его здесь нарисовать не могу, потому что у меня двумерная сфера изображена одна междуна. А дальше я возьму верхнюю вершинку, нижнюю вершинку, и возьму, ну, это называется, либо надстройка, либо пирамида. То есть для каждого ребра вот этого многоугольника я возьму вот такую грани, вот такую грани. Ну, легко видеть, что получившийся многогранник изгибаемый. Это сноугольник изгибается в эвакуаторе, а вершинка просто остается неподвижной. Вот. И это не очень интересно. Таких примеров. А дальше можно взять еще одну надстройку и так далее. И вот таких примеров в сферах полных волнов. Связано это с тем, что вот с наличием вот этих вот геометральных противоположных точек, другу говоря, у нас нарушается уже не только пятый постулат эвклида, но еще и нарушается то, что прямые в одной точке пересекаются. Сейчас, а при чем вообще пятый постулат-то здесь как бы вообще ни при чем? Вообще ни при чем. Я говорю, что вот его нарушение нам ни при чем. А то, что у нас прямые начинают пересекаться в нескольких двух точках. Вы, так сказать, надавили, что вот поскольку пятый постулат кто-то не использует, кто-то, кто-то... Ну вообще все геометрические конструкции, где не используется аксиому параллельности, автоматически переносятся в Барсансово-Лобачевску и в сферическое катастрофу. Пятый постулат, как и вечно. Вы же сами просто говорите, ставим точки здесь, проводим образ здесь. Какие вообще постулаты, о чем речь? Я не говорю, вот здесь он вообще нет. Я не понимаю, о чем только будет. Человек все правильно сказал. Я говорю, что он не нужен. Если конструкция опирается на аксиому параллельности, то ее не перенести так просто в гибербалическое пространство. Нужно либо что-то придумывать, либо как-то. А если аксиому параллельности не используется, то она переносится автоматически. А это вот возникает дополнительно. Здесь вообще ничего не при чем. Это вот просто вот так вот строится. И эти вырожденные примеры, хотелось бы их избежать. Поэтому на самом деле правильно, видимо, рассматривать не сферу, а положительную, ну, открытую полусферу. Тогда у нас, по крайней мере, нет сопряженных точек, нет этих параллельных точек, и задача становится содержательной. То есть вот вместо сферы надо, на самом деле, рассматривать открытые полусферы. Иначе просто вот эти вот все результаты совсем не влияют. Ну, вот, тем не менее, в открытой полусфере тоже все получается. Тоже есть примеры. И более того, в открытой полусфере получается немножко больше. А именно, это тоже мой результат уже этого года, что в открытой полусфере для любой размерности есть вложенные изгибаемые полусферы. Есть то, чего никак не получается найти, как придумано в Глобачевском случае. Значит, вот здесь есть несамопересекающиеся, изгибаемые, и даже не просто какие-то многогранники, а изгибаемые октайдры. Ну, октайдры в случае трех, а в случае многомерных, значит, надо брать многомерный аналог, октайдры, они называются кроссполитопными. Погодите, так ВРН проблема, что ли, с вложенностью? С вложенностью проблема. КОВР-3. Да, 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 я вот сказал. А, конечно же, да. В РН проблема, в Глобачевском проблема, а в сфере, в сфере, оказывается, эта проблема можно разрешить. Тут вообще есть... Вот Коноли он не вложенный, что ли? Коноли вложенный, но это только НРВ-3. Нет, я сказал, что в НРВ-3 у нас отлично, у нас все есть. А чем не хватает? В старших размерах хочется тоже, а в старших размерах получается там пересекающиеся, но не получается... Тут прятый кастуар, тут про выпуклость тоже сразу все автоматически? То же самое. Да, про выпуклость каши, естественно, оказалось. с трехмерным иксприном пространства, на самом деле все то же самое обобщается, что в любом из этих пространств, в любой размерности выпуклость всегда не избегает. И просто-напросто рассуждение про пятый постулак позволяет вводить для других этих самых... Нет, там не рассуждение про пятый постулак. Словно или нет, пообщается. Легко, более-менее, обобщается. Можно ли из рассуждений про пятый постулак сделать вывод про мотивы кастуарства? Что вывод, тоже не знаю. Не знаю. Это надо очень аккуратно спать. Нет, как-то так спокойно делали утверждения про пятый постулак, я подумал. Нет, просто в конструкции легко посмотреть, что там используется. А что там используется аккуратно в этой теореме, когда выпуклость... Я думаю, что там ничего не используется, поэтому... Проще доказательство повторить и убедиться. Ну, я вот вчера рассказывал доказательство этой теоремы. Вот оно в трехмерной сфере и в трехмерном пространстве ловачевства повторяется без изменений. А многомерность следует и с трехмерными. Так, значит, вот. Так вот, есть такие примеры. Я, опять же, не буду их явно описывать. Я, давайте, расскажу. Они себя довольно интересным образом ведут. Как бы без объяснения. Просто вот. Если у нас есть нмерная сфера, то, значит, ну, что такое кросс-политоп? Как у нас получается октайдер? Вот надо в трехмерном пространстве правильный октайдер поставить по вершинке на каждой карнатной оси по две вершинки. Плюс-седник, семи-седник. Это его вершинка. И взять руку-кладовочку. Вот это, получается, что-то нарисовать координатную оси. Более наглядно. Ладно, я не буду соединять. У меня с рисованием неправильных много грани. Проблем. Вот. То есть, если мы на каждой оси поставим по две вершины в точках с координатами 1 и минус 1, то выпукла оболочка будет октайной. Если мы возьмем rn, и на каждой из n координатных осей поставим точки с координатами плюс 1 и минус 1, то выпукла оболочка – это кросс-политоп. А я хочу с той же комбинаторной структурой, здесь изгибаемый многогранник, ну, я не хочу его построить сейчас, я хочу просто описать, как он себя при изгибании ведет. Значит, то есть поверхность этого кросс-политопа, вот у него два n вершин, и его поверхность, с топологической точки зрения, является, конечно же, n-1 сферой. Ну, поверхность выпукла на эту границу всегда является n-1 сферой. Вот. Так вот, в начальном положении, в начальном положении изгибания, у нас здесь есть экваториальная n-1 сфера, вот эта вот поверхность кросс-политопа, гомеоморф наложится на нее. То есть это такое разбиение n-1 сферы, вот он пока не лежит в полусфере. Пока не лежит в полусфере. Можно для экзен пояснить, где там оси? Нет, там нету осей. Я просто описал комбинаторный тип с помощью осей. Как он переносит туда? Как он именно сюда здесь строится, я описать не буду, это долго. Вот, я просто хочу немножко сказать, что это многогранник. Давайте, в двумерном случае, это было бы развиение вот этого штуки на 4 на 4... У нас вместо октаэдра был бы квадрат. В случае двумерного, тайдер это трехмерный объект, а в двумерном случае был бы квадрат. И вот это было бы развиение экваториальной сферы на 4 дуги, то есть как раз квадрат. Вот так вот ставший плоским, улегшийся в экваториальную сферу. Дальше это вот... А в общем случае здесь лежит анемиационномерный кросс-политоп, граница. Вот, значит, и дальше он начинает изгибаться, и начинает он изгибаться так, что он уже, вот если это момент времени t равно нулю, а в любой момент времени t больше нуля, он как бы поднимается и попадает в верхнюю полуплоскость. Здесь уже становится невык. Он каким-то образом здесь расположен в верхнюю полусферу. Вот он так в этой верхней полусфере некоторое время живет не самопересекающимся с тобой, потом начинает самопересекаться, потом возвращается в экваториальную сферу, но уже так вот сложившись. Сейчас непонятно. Насчет чего вообще начинается двигаться? Нет, ну... Сейчас я хочу просто... Это я просто хотел проиллюстрировать, вот какие здесь эффекты. Я... Начинает двигаться, но вот есть там решение такое. И я так... Не написав это алгебраически, я это не объясню, описать алгебраически я сейчас не успею. И, значит... Давайте я здесь ограничусь. Движение-то вы сами задаете? Движение я сам задаю. А так, чтобы грани все оставались жесткими. А, ну это тоже же, наверное, однопераметрическая семейство? Однопераметрическая семейство. И вот поехали, дескать, вдоль него. Вот просто здесь есть такое... Вот я утверждаю, что есть такое однопераметрическое семейство, что он поднимается, начинает в этой вот полусфере жить, как-то потихоньку складывается, с какого-то момента над самопересекающимся складывается и снова укладывается в экваториальную плоскость, уже в сложенном виде, уже грани одна на другую накладывается. А при t меньшем нуля, он, наоборот, уходит в нижнюю полуплоскость. То же самое там происходит. И в итоге у нас такое конфигурационное пространство окружности этого изгибания. То есть он возвращается в то же самое положение. Вот. Все. Давайте я про это больше говорить не буду. Так это при любом n у вас такой трюк? При любом n есть такой трюк. То есть даже суббота от S2 и S2 тоже мы работаем? Да, при S2 там довольно все. не очень интересно. Ну да, но при S2 там чего получается? Квадрат пополз вверх. Так он не меняется поползет вверх? При S2 довольно все просто. Вот у нас был квадрат, а вот можно его, ну можно, можно поползет вверх. Опять же, показать, что длинные действительно сохраняются не очень. Нет, квадрат всегда можно. Квадрат легко. Складно. Квадрат, вот мы берем квадрат, начинаем его складывать. Два угла уменьшать, два угла увеличивать. Интересно. Ладно, давайте я пойду дальше. Значит, на самом деле, вот самое такое, на мой взгляд, интересное утверждение насчет сгибаемых многогранников, это так называемая гипотеза гипотеза кузнещих мехов. Давайте я ее реформирую. Гипотеза кузнещих мехов. Ну, на самом деле, история такая. Вот когда Коннелли построил вот этот первый пример эквиваля многогранника, ну, кто-то, по-видимому, он же и догадался посмотреть на его объем. Тут насчет авторства опубликовано точно первым Коннелли. Это гипотеза, в смысле, в 78-м году. Ну, как-то он так невнятно ссылается на Сулливана, а одновременно с этим кто-то еще ссылается, что это все-таки приводится Коннелли. В общем, так как его приписывают Коннелли, но это не совсем очевидно. Мне рассказывали, рассказывал один человек, что вот в 78-м году конструкция вот этих вот изгибаемых многогранников разбиралась во Франции на семинаре в Эхесе, и там Сулливан принес большую модель изгибаемого многогранника, и он в нее курил, наполнил ее дымом, а потом, значит, стал изгибать, и дым не выходил. Вот, собственно, в чем заключается гипотеза. Гипотеза заключается в том, что объем любого изгибаемого многогранника постоянен в процессе изгибаемого. вложенного. Сейчас я скажу. Вот. То есть, как раз вот, собственно, для этих примеров этот эффект был замечен. Там конкретные примеры, конкретно можно посчитать и обнаружившись на постояне. И была бы гипотеза, что это всегда так. Значит, насчет вложенности. Вложенность здесь совершенно не важна. На самом деле, вот если у нас многогранник не вложенный, а сам пересекающий, то все равно его алгебраический объем можно правильно определить. Ну, давайте я для многоугольников это проиллюстрирую. Вот, если у нас есть какой-нибудь вот такой вот. Ну, здесь надо всегда рассматривать ориентированные многоугольники, чтобы было ориентированно. Вот какой-нибудь такой. Давайте еще, знаете, вот так вот. Здесь вот так. И вот так. То есть, вот такой вот сам пересекающийся многоугольник на плоскости. Вот ограниченный им объем посчитать очень легко. Надо как бы каждую точку, каждый маленький кусочек посчитать с той кратностью, сколько раз вот эта вот кривая обвивается вокруг нее. Вот вокруг вот этой вот она обходит два раза. Значит, здесь будет вот эта площадь, надо считать, скрексеном плюс два, вот эта скрексеном плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, а вот эта минус один, потому что обходит другую сторону. Вот. Это вот такой вот алгебраический объем может быть определен для любого даже сам пересекающегося многогранника и аналогичная гипотиза, тоже для всех примеров она подтверждалась. Для плоскости она ни в коем случае не верна. То есть это, ну, собственно, Конноли выдвигал для n равно 3 в тот момент и только для эфилировых пространств, но ее, в общем-то, разумно рассматривать в любом из пространств положительной кривизны Sn+, при n больше либо равном 3, потому что при n равном 2, вот мы берем квадрат и начинаем его вот так вот изгибать, и он постепенно вообще на нот исходит, то есть видно, что площадь непостоянная. Так что это гипотеза, это именно факт, который нет в умерном. Значит, ну и эта гипотеза простояла. Вот здесь написали Sn+, вместо Sn. Да, в Sn опять же... Там контрпример. Контрпример. Вот тот же самый, да? Вот я его, да, я его рисовал. У него меняется объем. У него меняется объем, потому что площадь меняется у вот этого двоя многогранника, и объем меняется у него настрой. А в этом примере-то понятно обход вокруг точки А. В старших размерностях то же самое. У нас поверхность n-1 мерная, и n-1 мерная поверхность в n-мерном пространстве сколько-то раз обходит вокруг каждой точки. Здесь надо немножко быть... Вот как раз в случае Sn+, тоже в проблеме возникает, а в случае произвольной сферы возникает с какой стороны как бы набиранной поверхности считать объем. Точку фиксировать. Ну, точку фиксировать немножко плохо, если эта поверхность через нее проходит. Вот. Ну, в общем, там правильнее, наверное, брать его, считать, что объем это не ущественное число, объем это элемент группы R-фактор по объему сферы умножить по 0. Объем это элемент такой группы, ну и тоже можно составить вопрос о его постоянности. Вот. Значит, давайте я перечислю, значит, здесь довольно долго это оставалось совершенно как бы задачей недоступной, пока... Это до сих пор гипотеза? Нет, 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 нет. Я сейчас все скажу. Естественный вопрос. Да, он естественный, но нет. Красно, не в отличие. Иджан Хакович Сабитов доказал эту гипотезу в 1996 году, ну, ее исходные постановки, то есть в открытии, значит, гипотезы предельничества в трехмерном и эфиридовом пространстве. Вот. И, ну, доказательство, во-первых, уж точно совершенно истеридово, а во-вторых, и на старшие размерности не обобщалось. На самом деле теорема Сабитова еще более замечательная. Она относится не только к изгибаемым напередникам, а вообще ко всем напередникам. Сейчас я ее сформулирую, вот, откуда вот это вот следует в качестве отследника. Значит, вот, прежде чем ее формулировать, формулировать теорему Сабитова, давайте я скажу такую простую вещь, значит, что если мы рассматриваем изгибаемые многогранники и хотим, скажем, доказывать гипотезы предельничных веков, то достаточно рассматривать многогранники, у которых грани симплексы, но в трехмерном случае треугольники, соответственно. Потому что если у нас какая-то есть грань не треугольная, мы введем дополнительные шарниры, разобьем ее на треугольник, если она там не выпукла, введем вершины дополнительные внутренние, и у нас станет только больше возможности изгибания, если ни одно старое изгибание не пропадет. Поэтому если мы докажем для симплециальных многогранников импульсизу, то для всех остальных она будет следовать автоматически. Поэтому, начиная с этого места, я считаю, что у меня у многогранников все грани это симплексы. Ну, а в трехмерном случае треугольник. Вот теорема, собственно, Сабитова, что если у нас есть, если П это произвольный, необязательно изгибаемый, симплециальный многогранник в R3, симплециальный значит все грани треугольника, многогранник в R3, то его объем удовлетворяет вот такому соотношению. Сейчас я напишу, потом объясню, что здесь какие символы значат. Значит, удовлетворяет вот такому соотношению. V это объем, а A, I, T, A, L это многочлены от квадрата от длины рёбер. И только A, N большое, что ли? Ну, это свободный член, то есть это тоже многочлены. Значит, а вот степень этого соотношения и сами эти многочлены, вот как это соотношение выглядит, зависит только от комбинаторного типа многогранников. То есть, N большое зависит от комбинаторного типа. L это что такое? L это как бы набор квадратов длины рёбер на этой границе. То есть, это не одна переменная. А витого много неизвестно? Много, много переменных, да. Это не одна переменная, это много, сколько рёбер, сколько переменных. Неправильно сказать, что эти коэффициенты от комбинаторного типа зависят? Да, 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 эти коэффициенты зависят. Вот я говорю, вот эти сами многочлены зависят от комбинаторного типа и степень тоже зависит. Степень тоже зависит от комбинаторного типа. Собственно, самый простой частный случай. Ой, простите, я сам спрошу. А следующий член какой будет? Вот этот? Да, за эти. Нет. А, здесь есть только чётные степени объёма. Это, в общем-то, что здесь только чётные степени объёма, это очень легко, потому что у нас объём ориентированный, поэтому уж если бывает такой объём, то мы отразим симметрично относительно плоскости на что-то границе. И с теми длинными рёбер будет объём минусовая. Поэтому здесь должно быть чётные степени. Нет, здесь просто, я вот так написал, потому что 7 не причёт. Вот. И длинный зон в квадратном. Сейчас, но для конкретного многогранника аито это должно быть число, наверное? Нет, аито это многочлен. Нет, ну как? Если мы подставим конкретный длинный рёбер, конечно, получится число. А для многогранников конкретно, то есть, например, для всех октаэдров есть вот такое вот соотношение. Ну да, то есть, если подставляем конкретно, то и объём подставляем один рёбер, и тогда сходит... Да, да. Собственно, почему отсюда следует гипотеза кузнечных пиков? Потому что, если мы фиксировали комбинаторный тип и фиксировали набор длинный рёбер, то у нас получилось вот такое соотношение уже просто с числовыми коэффициентами. У многочлена конечное число корней, и... а корень многочлена непрерывно меняться не может, если мы все фиксированы коэффициентами. Вот. Так что вот... Вот такая вот теорема. Эти коэффициенты А их реально найти, или они просто... Да, значит, тут ситуация такая. Теорема Собитова, у него доказательство конструктивное. Доказательство основано на такой индукции по сложности комбинаторного типа. То есть мы потихоньку упрощаем комбинаторный тип. Ну, там, скажем, если у нас есть першинка степени 3, вот её можно перейти... А здесь вокруг что-то ещё. Можно перейти вот к такому комбинаторному типу и свести задачу одну к задаче другую. Если есть першинка степени 4, там можно перейти вот к такому комбинаторному типу и тоже сводить вот к такой. И так далее. Можно потихоньку упрощать и сводить к меньшим. Поэтому есть такая рекурсивная процедура вычисления вот этого многочлена, вот Деджат Хакович мне однажды показывал многочлен для октайдера, он там занимается, я уже дожил скольких страниц, вот, то есть он огромный, вот, насколько я знаю, не для одного примера сложнее, чем октайдер, он явно не выписан, хотя алгоритм абсолютно явный, ну, можно, наверное, запустить еще на более сложных компьютер, и он там вырастет ответственность. Почему октайдер, тетраэдер надо считать? А, нет, значит, для тетраэдера это классический результат, это называется для трехмерного тетраэдера, это формула, принадлежащая Рейлеру, а в старших размерностях, там, Кейли и Менгер, квадрат объема, это там конкретный, ну, и все на конкретный красивый определитель пишется. Давайте я его напишу, значит, здесь константа, которую я не помню, она только от размерностей зависит от каких-то факториалов есть или нет, вот здесь такое определение, определитель n плюс 2 на n плюс 2, ну, для тетраэдера будет 5 на 5, а вообще n плюс 2 на n плюс 2, по диагонали стоят нули, по первой строке и в первом столбце стоят единички, а вот здесь остается матрица n плюс 1 на n плюс 1, и здесь стоит, на итом-житом месте, вот в этой матрице стоит квадрат ребра между итом-житей вершины, вот такая матрица. Вот, то есть для, как раз это отправная точка этого датодательства, для синтекса как раз все просто. Ну и дальше там тоже более простых, вот, оттайдер, так, удается писать чуть-чуть. Оттайдер, почему интересно, потому что это простейшие, когда бывают изгибаемые. И, значит, для тетраэдера n большой это единица. Для тетраэдера n большой единицы. И определитель это и есть тот самый коэффициент. Да, это вот с коэффициентом. Здесь, да, здесь существеннейшую роль играет то, что вот этот старший коэффициент единичка. Если бы здесь стоял какой-то многочленный отель, я сейчас на секундочку его допишу, то могло бы оказаться так, что при каких-то конкретных длинных реберах все коэффициенты обратились в ноль. И тогда мы ничего не можем сказать об объеме. Это, конечно, ситуация очень необщего положения, но изгибаемые награники это вообще ситуация необщего положения. Поэтому вот в такой формировке теоремы бы ничего не давало, а в такой формировке дает. Да, я очень медленно рассказываю, но можно. Значит, что, да, и как я уже сказал, доказательство было вот такой вот индукции по вращению многогранника. И это доказательство принципиально не переносится на старший n, но я думаю, что здесь не очень надо объяснять, что трехмерные треангуляции так просто не упрощаются. И четырехмерные треангуляции, и выше тоже, тем более. То есть там все гораздо сложнее, если сделать вот так. Но, тем не менее, эти сложности обходятся, и, собственно, это мой результат, что аналогичная теорема верна для в любом rn n больше 4. А больше доказательства не дают более простые доказательства Алина Шабидова без индукции? Нет, без индукции не дают. Там тоже есть индукция. Ну, скажем так, я умею прятать эту индукцию. Я это доказательство буду рассказывать на следующих лекциях. Как раз не сегодня, а на следующих двух. Я буду рассказывать как раз свое доказательство в случае n равно 3. Я бы сказал, что оно не становится принципиально проще, чем с Алина Шабидова, как оказались. Хотя, может быть, немножко нагляднее. Ну, вот, собственно, теорема, что гипотеза Кузнечных, это моя теорема 13-го года, что гипотеза Кузнечных мяков верна в rn при n больше равных 4 тоже. Ну, и, собственно, не только гипотеза Кузнечных мяков, а вот эта теорема тоже верна. Ну, теорема Сабидова. Теорема Сабидова тоже верна. Вот, значит, ну, а теперь, вот, собственно, я перехожу к естественный вопрос. формулировка такая же на самом деле даже здесь можно здесь специально это тот у которого все грани симплексы на самом деле единственное что не нужно что двумерные грани треугольники остальные грани могут быть какие угодно все равно вот это теорема как формулируется абсолютно также к сожалению в многомерном случае в отличие от трехмерного это теорема существования потому что там конечно разбивать многоугольник на тетрайзеры это сложная вещь не всегда возможно если мы хотим сохранять те же вершины но я могу добавлять новые вершины и тогда это совершенно не проблема есть разница между р3 и другими размерностями в этом переходе в этом переходе нет звучало что достаточно брать только треугольники многомерном достаточно брать только симплексы нет здесь с ним нет никакой разницы этот переход довольно простой то есть мы просто все очень очень на мелкие симплексы можем разлить так вот теперь что же происходит в полусферах я собственно хочу рассказать про профессионал Слобачевского полусфера 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 гипотеза кузнеечных мехов неверна значит первый контрпример в трехмерной полусфере был построен Виктором Александровым из Новосибирска а если брать СН плюс при Н больше равном 4 то это опять же мой результат и собственно вот я его по крайней мере рассказывал как он устроен Александр в каком году? Сразу затерем из Абитова да Смотрел в сфере Он рассказывал на нашей конференции в 99-м А вот здесь вот смотрите я рассказывал про многогранник который сначала лежит в этой полусфере и у него объем соответственно равен объему полусферы А в следующий момент при Т больше нуля он уже строго помещается в полусфере и значит у него объем становится меньше так что неверно здесь это подожди так у вас там это СН плюс да? он в момент Т равно нулю он конечно не лежит в СН плюс но в любой момент Т больше нуля он уже лежит в СН плюс соответственно у него там объем тоже не постоянен потому что он убывает вот значит ну и на самом деле было ощущение что я вот так со специалистами разговаривал было ощущение что ну известно что там теория объемов в сфере и пространстве Лобачевского она там некоторым аналитическим продолжением как бы с рукой получается вот и объемом многогранника и поэтому было ощущение что ну раз сфера не верна то в Лобачевском тоже должно быть не верна но просто вот пока не удается развернуть примеры вот собственно вот то что я сегодня хочу рассказать что все таки в Лобачевском она верна правда я не умею доказывать для всех размерности давайте я четко сфокулирую результат это моя теорема вот этого года сейчас уже лежит в архиве и сейчас выйдет в матсборнике оно не принято сейчас выходит в ближайшем номере значит что гипотеза кузнечных мехов верна давайте сформулирую аккуратно для ограниченных изгибаемых многогранников ограниченных изгибаемых многогранников в пространстве Лобачевского если размеры ну больше равно 3 это понятно это означает еще не четко для четко я пока ничего не знаю как то что ограниченное как по умолчанию предполагалось ну ограниченное предполагалось по умолчанию но вообще говоря можно рассматривать и изгибаемые на граники с вершиной на абсолюте то же самое у нее грани должны быть жесткие поэтому в принципе можно рассматривать и такие вот для таких у меня теорема мое доказательство не проходит поэтому я ничего не знаю все дистектурные ограниченные по определению считали замкнутой поверхностью замкнутой поверхностью ну может иметь точки на абсолюте ничего ну не в этим не иметь то есть здесь ну как в институтом случае это не очень разумно рассматривать что-то уходите на бесконечность потому что у него объем будет бесконечный пространство Лобачевского может так уйти на бесконечность в вершинке что объем будет совершенно конечный вот поэтому такое вполне тоже можно рассматривать я просто вот на не и кому не нравится совершенно на граники с вершиной на абсолюте значит он может сказать что-то для всех интересных на граниках это доказывает вот но в принципе такие примеры тоже есть поэтому давайте я буду формулировать так аккуратно значит здесь нет никакой надежды получить аналог вот теоремы Савитова то есть никакого полиномиальной зависимости здесь конечно быть не может здесь объем совершенно трансцендентная функция вот для ребер есть ли вообще одна функция ну например для симплекс для для тетраэдра нет для симплекс вот для тетраэдра в пространстве Лобачевского трехмерном как это называется вот есть такая функция Лобачевского логарифм модуля 2 с т берется такая функция берутся у тетраэдра 6 двугуровных углов от этих двугуровных углов очень сложные комбинации включающие еще дополнительный угол который из каких-то дикого уравнения определяется и потом нам 16 этих функций Лобачевского надо просуммировать 16 разных точек здесь вот такие формулы которые смотреть на них страшно не то что с ними работать ну для идеального проще но как раз для идеального мне не для идеального конечно проще да в общем здесь ситуация сложная функция трансцендентная и никакого надежды получить какую-то полимерную зависимость конечно нет ее в принципе не может быть а доказательства как ни странно зато доказательства получается не индукционным и я бы сказал каким-то внутренним более естественным вот идея здесь заключается в том чтобы рассматривать функцию объема мы ее не можем написать явно но мы будем рассматривать ее аналитическое продолжение в комплексной области значит давайте я оставшееся время постараюсь рассказать основные идеи доказательства полностью конечно не расскажу значит я сначала я поступлю так я вначале буду рассказывать как бы для любого n а потом в некоторый момент скажу что давайте n равно 3 расскажу а просто пока разницы нет а рисовать ничего не придется сейчас видно будет значит смотрите вот принципиальный момент это вот векторная модель которой я буду работать значит давайте поймем что из себя представляет я хочу сейчас рассмотреть такую вещь как конфигурационное пространство конфигурационное пространство всех ну давайте комбинаторное строение и фиксируем длинными ребер фиксируем длинными ребер собственно это то что меня интересует когда меня интересует то конфигурационное пространство когда я изучаю изгибаем многогранники комбинаторное строение такое что многогранника синтезиального. Все совершенно треугольные. Значит, при этом я разрешаю, как многогранники могут быть самопересекающие. Можно стереть конфигурационное, просто пространство всех многогранников. Что из себя представляет множество всех многогранников в данном комбинаторном строении? Вот вы видите, с данным. То есть мы заранее фиксируем, дескать, октайдер и длинный сторон по единице, и вот смотрим все возможные. Все возможные способы расположить октайдер в трехмерном пространстве Лобачевского так, чтобы у него все стороны были по единице. Ну, или более сложные ситуации. Значит, что это означает? Это означает, что так как комбинаторное строение? Комбинаторное строение это триангуляция какой-то, вот в трехмерном случае, это триангуляция какой-то поверхности. Ну, с топологической точки зрения. То есть это симплициальный комплекс, который является триангуляцией, какой-то поверхностью. Вот и все. Ну, потому что граница гранит должна быть симплициальная и должна быть поверхностью. А дальше мы эту симплициальную поверхность каким-то образом размещаем в трехмерном пространстве Лобачевского. причем мне совершенно неважно, будет ли она при этом самопересекающейся или нет. А это означает, на самом деле, вот что. Что разместить я должен только вершины. Вот у меня трехмерное пространство Лобачевского. Я размещаю вершины, как хочу. А дальше просто натягиваю на каждую пару геодезическую ребро и на каждую тройку натягиваю треугольник. И вот она получается, возможно, самопересекающаяся многогранная поверхность. То есть, если мы пока забыли про то, что длинный ребер должен быть предписанным, если мы забыли про то, что длинный ребер должен быть предписанным, то это просто я должен выбрать, вот пусть у меня многогранник, у него М вершин, ну и сейчас мне скоро понадобится и Р ребер. Если я забыл про предписанную длину ребер, то у меня М вершин, значит, я должен разместить М точек в трехмерном пространстве Лобачевского. И этим я задаю многогранник. Теперь я хочу это написать в корзинах. Вот только вопрос возникает а с треангуляцией как? Дело в том, что в треангуляции же там есть условия, что там они симплексы пересекаются особо могу. А здесь вы натягиваете на любую тройку. Нет. Смотри, смотри. Я не делаю сам. Смотри, я разместил. Вы сказали, вот, фраза, что на любую пару вы проводите ребро. Не на любую пару. Не на любую пару. На те, на ту, которая была соединена вор. Извините, Павел, я не знаю. На те пары, которые были соединены ребрами здесь. То есть, вот, сохраняем? Да, сохраняем амбинаторную структуру. Я рисую вот все те же самые ребра и треугольники, только точкой разместить. А как размещены, мне все равно. Значит, теперь я хочу написать это в координатах. В координатах использую вот эту векторную модель. Значит, для каждой, вот, для каждой вершинки В, для каждой вершинки В, у меня должно быть 4 координата. Но она здесь, тогда и в этом вот пространстве, здесь n равно 3, значит, у меня 4 координата x0, x1, x2, x3. Вот давайте я, значит, для каждой, для каждой вершинки В, я, чтобы ее зафиксировать, я ее координаты рассмотрю. Ее координаты x0, v, вот так вот. Я буду писать x, v0, x, v1, x, v2, и x, v3. Значит, первый индекс просто предписывает, какую вершинку я рассмотрю. Вот, значит, и какие же условия есть на эти координаты? Условия очень простые. Точка должна, пока точка должна лежать на гиперболоиде, и все. У меня возникает полиномиальное уравнение. Вот я вот этот вектор буду обозначать x, v. Полиномиальное уравнение, что x, v, x, v равно единичке. Вот. На самом деле у меня еще возникает неравенство, что я должен не только на гиперболоиде лежать, а на половине гиперболоида. Ну, давайте я сейчас, как сказать, я просто не хочу лезть в очень детали, давайте я сейчас это замну и сделаю вид, что неравенства нет. Это не очень существенное. изменение. Вот я как бы его просто сейчас под ковер засуну, но не буду говорить, мне нравится. А теперь я хочу зафиксировать длины ребер. Значит, для каждого ребра у и v я припишу ему, какой у него должно быть длина ребра или v. Что это? Какие это дополнительные уравнения мне даст? Ну, очень простые уравнения, что если я смотрю скалярное претение x, u на x, v концов этого ребра, то я получаю косинус гиперболический вот приписанный длины ребра. Значит, ну, вот эти вот, вот эти для всех v, а это для тех пар uv, для тех uv, которые ребра. Только для ребер. А если нет ребра, то нет уравнений. Ну, вот у меня получается на вершины m плюс r, m количество вершин, m таких уравнений, m плюс r алгебраических уравнений. Значит, смотрите, здесь не алгебраичность, не, как так сказать, не полиномиальность есть по длинам ребер, а по координатам нет. По координатам это настоящие алгебраические полиномиальные уравнения. И значит, у меня пространство решений этого, вот, а пространство решений это и есть вот, как бы, пространство всех многогранников L3 с данными длинными ребер. Вот, значит, пространство решений я буду обозначать sigma от L, ну, потому что он зависит от набора L, это набор длинн ребер. Значит, это пространство всех многогранников с данными длинными ребер, с данными комбинаторным строением и длинными ребер. И это есть просто пространство решений системы вот этой звездочки. Вот. То есть это такое вещественное алгебраическое многообразие. Собственно, что я хочу доказать? Я хочу доказать, что... Да, и на этом ве, на этом сигма над ль есть функция объема. Это функция ориентированного объема. Потому что я у каждого у каждого многогранника могу посчитать объем. Ну, я его явно, если буду считать, он будет там сложный, но у каждого многогранника есть ориентированный объем. Вот, соответственно, у меня возникает такая сложность. И, собственно, что я хочу доказать? Я хочу доказать, что эта функция постоянно на связных компонентах этого сигма-адель. Потому что изгибание как раз перемещение по связной компоненте с сигма-адель. У меня фиксирован комбинаторный тип и фиксированный длинный ребер. Изгибание как раз перемещение по связной компоненте, значит, теорему вот так переформулируется таким образом, что функция V постоянно на связных компонентах вот этого сигма-адель. Чтобы ее исследовать, я буду действовать следующим образом. Вот давайте я нарисую. Я напишу сигма-адель, а буду иметь в виду, что это ее связная компонент. Значит, я ее нарисую, и я возьму ее комплексификацию. Как у алгебраического многообразия. Здесь есть некоторая тонкость. Я хочу, чтобы эта комплексификация имела комплексную размерность, такую же, как здесь вещественная размерность. Для этого я должен брать, вот если я задал вот этими уравнениями, то это не значит, что я должен те же самые уравнения взять над комплексным полем. Потому что, например, простой пример, если я возьму уравнение x² и x² на 0, то это над вещественным полем это точка. А над комплексным полем это как-то не точка, это кривая, то есть у нее разлемость 1. Вот такое несоответствие я не хочу. Я вот для этой точки теперь посмотрю все многочлены, которые в ней обращаются к 0, и вот все их возьму в комплексном поле. Вот здесь есть некоторая такая тонкость, и тогда я включу снова точку. То есть я хочу здесь взять комплексификацию с таким условием, чтобы размерность этой комплексификации над L, над C была равна размерности σL на 2. Вот, на самом деле, здесь надо быть немножко аккуратным, здесь надо разложить это σL на неприводимые компоненты и комплексифицировать карту отдельно. Вот я не хочу сейчас это аккуратно говорить. Еще раз, что такое комплексификация? Это, вот как вы сказали, просто коэффициенты, в смысле, смотреть на них как на c, и все? Чуть-чуть неправильно. Решение вот этой системы. Александр, мы взяли не решение этой системы, мы взяли теперь все многочлены от координат, которые обращаются в ноль на этой вот компоненте. Многочлены? Да, вот эти многочлены обращаются в ноль, многочлены. А тут же решение? Ну, решение, значит, вот эти многочлены, ну, многочлены, вот это минус это, я могу всегда написать равно нулю, да? Первое-то многочленное, второе-то нет. Почему? Вот это? Нет. Это константа, это константа. Ах, это константа, точно, точно. У меня все многочлены, у меня остается в полинамиальные уравнения. Теперь я взял все полинамиальные уравнения, которые выполнены вот здесь, и задал ими множество надпокомплексного поля. Смотрел множество его решений надпокомплексного поля. Вот, ну, вот, примерно. Я хочу рассматривать аналитическое продолжение. Вот теперь у меня есть вот эта функция В, она задана на вещественные, вот на сигма-отель, две недели назад. И я хочу рассматривать ее аналитическое продолжение в комплексном поле, то есть на константа. В принципе, да, вообще пока вопрос, почему это возможно, ведь функция может не продолжаться аналитически. Вот почему мне очень важно вот это условие, потому что это условие говорит, на самом деле, вот модельный пример с вещественных чисел в комплексное, если функция продолжается аналитически, то она уж продолжается единственным образом. А, скажем, с точки комплексное поле функции может быть много таких аналитических функций, которым данное заседание точек. Значит, я хочу, чтобы если уж продолжение было возможным, то оно было единственным. Вот это условие мне точно дает, что если продолжение существует, то оно единственное. Вот об этом я больше не забочусь, а о существовании я сейчас буду заботиться. Значит, существование, на самом деле, его можно не только существование утверждать, я сейчас просто явно разрешу это предложение. Можно еще раз поговорить про комплексы? Так, вы взяли все многочлены, которые там вращаются в ноль, а потом что вы делаете? Смотрел множество комплексных совместных решений. То есть система звездочки минус 0 на С? Ну вот не система звездочка. Ну ладно, для простаты как будто бы идем можно брать. Ну да, я понимаю. По модулю этого фокуса и возьми. Такая вот простая неверная способ – это взять просто множество решений этих уравнений на С. На самом деле… И потом что? И сказать, что это комплексификация. Ну, множество вещественных решений содержится в множестве явных способов. А потом мы хотим функцию аналитически продолжать. Объем продолжать. Объем у меня задан здесь. А как в этом деле участки выступить многочлены? Так, область, где функцию хотим задавать, определяется имя. Мы продолжаем на многообразие. Вот это сигма от L – это пространство вещественных решений системы алгебраических уравнений. Сигма от C от L – пространство комплексных решений той же системы уравнений. Ну, вот не совсем вот это, а некоторые другие. А теперь я хочу… Значит, это меньшее многообразие лежит в большем многообразии. Вещественные решения содержится в множестве. На вещественных решениях вещественные решения соответствуют многогранникам. У каждого из них есть объем. Поэтому возникает такая функция. А теперь я хочу продолжать эту функцию с меньшим многообразием на большее. Другие значения в C будут, да? Значения будут в C, конечно, да. Так, значит… Давайте я напишу это… Значит, есть… Для многогранников в пространстве вещественных решений есть такая замечательная вещь, которая называется формула Шлепфа. Подождите, почему это продолжение значения будет комплексное? Ну, вот вы функцию x с вещественных решений продолжаете в хорошем основе. И в общем, у нас здесь аналитических функций на комплексном многообразии не бывает, что у нее только вещественные значения. Значит, формула Шлепфа. Что это такое? Это, предположим, у нас есть многогранник в пространстве Лопачевского трехмерном, который деформируется так, что у него комбинаторный тип сохраняется, а ребра, может быть, и изменяются. Тогда есть возможность написать явно, как устроен дифференциал объема многогранников. Есть вот такая формула. вот я ее напишу. То есть, например, взять тетрайдер и начать его... Да, например, взять разные тетрайдеры и начать разные тетрайдеры. То есть, трайдер как двигать его вершины. Вот тогда для дифференциала объема пишется явная формула. Надо взять сумму по всем ребрам, а здесь написать длину ребра E и умножить на DαE, где αE — это двуградный угол при E. Вот такая формула. Есть? Это классическая формула, там... Ой, я сейчас забыл. По-моему, еще 19 лет. Или самое... Здравствуйте, 19. Или самое начало 20-го. По-моему, 19-19. Медленно говорил, что вот мы недавно обнаружили, что... По-моему, это формула, где-то, что там, в 18-ом веке? 18700, хоть так? 1700, как это было? Ну что, давно-давно было. Это я не могу прокомментировать, может быть. Я как-то слышал, что... Работу в шлейфле я сам видел, что это 19-ом веке вот было, а за счет раньше не знаю. Все бывает. Вот. Значит... Вот такая формула. И теперь... А теперь эта формула вообще верна, и когда у нас длины ребер меняются. Но теперь давайте эту формулу ограничим на многообразие вот этой σL. То есть, теперь у нас длины ребер постоянно. Если длины ребер постоянно, то мы... То вот это вот константы. И это уравнение очень легко проинтегрировать. Получить просто, что... В равно минус одна вторая сумма по всем ребрам L-E на αe, L-E на αe, плюс константа. Вот любой, как бы... Если иметь дело с вычислением гиперболических объемов, симплекс или чего-то, то вот эта константа это самое интересное. Как она меняется, это ладно, а вот конкретный объем без этой константы не вычислил. Вот. А мне как раз эта константа совершенно не важна. Мне интересно, как меняется. Вот. Поэтому здесь какая-то константа и мне не важно, какая константа. Вот. А... Да. А что... Да. Это пока это уравнение на сигма от L. Так? Вот. Но теперь некоторая простая аналитическая геометрия, что вот если у нас есть... Ну, такая относительно простая, если у нас есть два треугольника в пространстве Лубачевского, так? Известные координаты их вершин в векторной модели. А хочется написать двугранную. Ну, он пишется. Вот. Он пишется и пишется он... На самом деле, если внимательно посмотреть, то и косинус от него, и синус от него будут многочленами от координат вершин. Значит, я тут чуть-чуть вру. Давайте я скажу более аккуратно. Значит, если мы их напишем, если мы их напишем, то на самом деле... Сейчас, давайте я напишу. Не, не буду писать. Не очень много. Не хочу. Если мы напишем косинус альфа е и синус альфа е, то они, во-первых, вообще легко пишутся через координаты вершин. Ну, это само по себе понятно. Многочленами они, оказывается, не совсем. Там есть и знаменатели, еще и корни. Но, такая вот приятная для меня вещь, что в знаменателях и под корнями стоят такие многочлены, которые дают косинусы гиперболические динеревы. Которые у меня вот здесь константы на этом многообразии. Да, поэтому вот на, они пишутся через координаты вершин, и на моем многообразии, где длинный ребер постоянно, это оказывается многочленами. Ну, а раз косинус и синус многочлены, то, понятно, е в степени и альфа тоже многочлен. И, значит, я могу написать, вот давайте я этот многочлен обозначу уe от x, где x означает совокупность всех координат вершин. И, значит, и тогда я могу написать, что двугранный угол, это и есть там и на логарифм. Вот это вот где альфа? Минус. Ну, е в степени и альфа будет многочленом. Ну, еще раз это. Ну, я, значит, сейчас выписать лучше. Да, да, я выписал. Вот у нас косинус от другого угла и синус многочлены от координата вершина. Ну, значит, е в степени и альфа е тоже многочлен. Вот я этот многочлен обозначу уe от x. И тогда, естественно, альфа е это минус и на логарифм этого самого уe от x. Вот, и получается у меня, давайте я вот здесь ее напишу. Для дифференциала объема, не для дифференциала, а для своего объема. Такая вот формула. то это минус одна вторая, сумма по длинам ребер. Значит, длинный ребер, это у меня просто константы на моем интересующем многообразии. А здесь стоят... Да, я вот сюда вот... Сочнее, нет. Я здесь сотру минус и поставлю i. Вот это вот вынесу сюда. А здесь будет логарифм qe от x. Плюс константы. А теперь я хочу взять продолжение. Значит, мне надо продолжить аналитически только логарифмы от многочленов. Во-первых, они продолжаются аналитически. А во-вторых... Во-вторых, вообще говоря, продолжаются до многозначных функций. Молгарифмы называются многозначными функциями. Вот. И плюс они продолжаются аналитически. Здесь надо быть аккуратным, потому что эти многочлены могут где-то обращаться в ноль. Ну, даже не в точках, а в таких, чтобы многообразия. Они продолжаются аналитически с проблемами с ветвлением на этих вот многобразиях. Получается такая многозначная функция. Вот. Но! Какой сразу вывод я могу из этого сделать? Вывод я могу из этого сделать какой? А что, если я пошел продолжать функцию и прошел вдоль какой-то петли и вернулся в ту же точку? Так как функция, вообще говоря, получается многозначная, то я вернулся не к тому же самому, не к той же самой функции, а к какой-то другой ее ветвью. У меня была ветвь В, а стала В с волной. Но так как наша функция записывается вот таким образом, то мы очень хорошо знаем, что логарифм не однозначный, но единственное, что с ним может произойти, это может прибавиться 2Пи сколько-то раз. Здесь еще одно И, поэтому прибавиться может только вещественная константа. Получается такое утверждение. Что если я вот так вот в петли обошел, то В с волной минус В это будет вещественная константа. Мне здесь даже, как ни странно, мне здесь главное, что она вещественная, а не то, что она константа. А теперь я хочу на это аналитическое продолжение посмотреть с другой стороны. Теперь я хочу посмотреть вот с какой стороны. Давайте можно рассматривать вот такую вот функцию. Можно рассматривать такую функцию, которая вычисляет… Ну, прошу прощения, я тоже ее назначу через В, потому что это тоже объем. Значит, это не доброе. Функция В, которая вычисляет объем тетраэдра по шести длинам ребер. Но по длинам ребер неудобно, там будет не очень. А удобнее взять гиперболические косинусы. По шести гиперболическим косинусам длин ребер. Значит, я их обозначу С и ЖИТ, и это будет косинус гиперболический длины Р и ЖИТ. Вообще более, как бы, классическим является изучение объема гиперболического тетраэдра как функции от двугранных углов. Но вот мне удобно вот такую функцию рассматривать, потому что двугранные углы у меня меняются, а длины ребер у меня не меняются. Вот. И это функция от шести переменных. И давайте я нарисую вот такую вот картинку. Значит, у меня есть пространство R6, где живут вот эти вот косинусы гиперболические длины Р и ЖИТ. Но, естественно, не любые шесть чисел могут быть косинусом гиперболическим длин ребер тетраэдра. Ну, по крайней мере, они должны быть больше равновесиминцам. Но, на самом деле, есть и еще там условия, которые даются не ранее в угольнике и тому подобное. Но, тем не менее, в R6 есть некоторая область, которую я обозначу через U, которая соответствует как раз этим вот цережитам, возникающим из гиперболического тетраэдра. Из гиперболических тетраэдра. Вот. А остальные не возникают. А теперь я все это вложу в пространство C6, в контекстное пространство C6. И вот эта функция V от C у меня пока определена на U. V от C. Она определена на U. Вот. А можно, опять же, ее строить аналитическое продолжение. Опять это можно делать с помощью формулы шлейфа. В чем отличие от той ситуации? Там я длинный ребер зафиксировал. Если я здесь длинный ребер зафиксирую, у меня не будет вообще никакого аналитического продолжения. Здесь у меня как раз длинный ребер меняется. Это другое аналитическое продолжение. Вот. Поэтому здесь я могу устроить аналитическое продолжение и опять же ставить вопрос. А что будет, если я приду в ту же самую точку? И вот как бы основная техническая лемма в моем доказательстве той теоремы. Давайте я вот это посерединке сотру и ее сформулирую. Она говорит просто, что если я стартовал здесь с какой-то точки Z, обошел по вот этой вот кривой гаммы, и была у меня функция VAC, а я пришел к новой ветви. ВС волной AC, то тогда основная лемма такова. Если я возьму ВС волной AC, ну здесь есть два варианта. Либо ВС волной AC минус ВAC, либо их сумма. Будет чисто мимо. Значит, эту лему я чуть-чуть прокомментирую, если успею. А сейчас давайте я сначала скажу, как из нее следует теорема. Следует очень просто. Я теперь могу, возвращаясь к общему многограннику, что я могу сделать? Я могу любой многогранник разбить на симплексы с теми же вершинами. Вообще говоря, это неверно. Многогранник не всегда треангулируется на симплексы с теми же вершинами. Но он всегда треангулируется, так сказать, в логебраическом смысле. Некоторые берут с плюсами, а некоторые с минусами. Для простоты я нарисую картинку типа вот этого. Многоугольник разбивается на страйдере с теми же вершинами. И многогранник, можно думать, что он разбивается старше, но на самом деле он разбивается только в алгебраическом смысле. Но, тем не менее, объем многогранника равен алгебраической сумме объемов вот этих вот симплексов. Но, если длинный лёбер у меня постоянный, то про диагонали я этого сказать не могу. Диагонали у меня, вообще говоря, переменные. Но диагонали тоже являются функциями на... Вот я снова рисую вот это вот многообразие моё пространство всех многогранников и его комплексификацию. Диагонали являются функциями вот здесь. И более того, их косинусы гиперболические диагонали — это не просто функции, это многочленные. Потому что они от координат пишутся полиномиальные. Значит, это многочленные. И, значит, у меня весь объем пишется так, что я должен взять какие-то многочлены на вот этом сигматы и подставить их вот на эту функцию и просуммировать их. То есть я хочу теперь писать объем многогранника как алгебраическая сумма объемов тетрайзера. А объем тетрайзера — это вот эта вот функция, которая у меня рассматривается здесь, примененная к некоторым многочленам. Так вот теперь, если я вот таким образом думаю, когда я продолжаю аналитически каждую из вот этих вот функций, у меня изменения чисто мнимые. А с другой стороны здесь чисто вещества. Ну, значит, вывод простой, что на самом деле она не меняется вообще. И получается, что вот эта вот функция объема — это однозначная аналитическая функция на вот этом комплексном афинном многообразии. То есть получается, что вот это вот V — однозначная аналитическая функция на комплексном афинном многообразии. Ну, а дальше, на самом деле, я сейчас не буду аккуратно это объяснять, потому что у меня уже совсем заканчивается. Вот. Но если так... Вот смотрите, у этой функции логарифмический рост. Тут стоят логарифмы от многочленов. Вот есть такая теорема Леувиля о целых функциях, что функция... Ну, в общем, не можно... Однозначная аналитическая функция на cn не может расти медийным многочленам. Вот, на самом деле, на афинном многообразии тоже не может расти медийным многочленам, если она... Поэтому она константна. Вот. Ну, за последние две минуты я могу попробовать сказать... Вы самое главное скажите, ограниченности где вы использовали? Ограниченности я использовал очень сразу, потому что я захотел рассматривать объем как функцию от двин ребер. И дальше аналитически продолжать. Координаты. А если у меня симплекс неограниченный, то объем-то конечный, а двин ребер бесконечный. А нечетность? Вот. А нечетность я использовал вот этой... Вот эта лемма — это единственное место, где нужна нечетность. Если... Ладно, я уже не буду говорить, откуда взялась эта лемма, но если будет четная, если будет четная разбежность, то вот эта лемма имеет место дословно, только вместо чисто мимо здесь будет чисто вещественное. И получится и там чисто вещественное, и здесь чисто вещественное, и ничего хорошего отсюда не следует. Вот. А если мы вместо пространства Лоблачевского рассмотрим сферу, то там надо все гиперболические косинусы поменять на обычные косинусы, и здесь уже независимость от четности будет здесь всегда чисто вещественное, и там всегда чисто вещественное, и тоже ничего не получается. Поэтому единственный случай, когда получается, это нечетно-мерно касаться Лоблачевского. Ну, наверное, там, наверное, и будет вот так. Это у вас прописана вот статья, которая будет предыдувать? Да, нет, конечно, там все аккуратно написано. А проблема вот остается, значит, она верна для ограни... Так, для нечетного верна, а до четного не знаем или... Для четного неизвестно, для четного нет ни одного примера. А ограниченность? Ограниченность, ну, честно говоря, есть ощущение, что это можно снять, но это надо немножко повозиться. Пока не понятно. Ну, давайте поблагодарим докладчиков.